Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эльсур. Я представляю проект BLM World. Это обучение соционике и развитие человека с помощью соционики. В этом проекте, в проекте просто соционика, мы будем разбираться в самых простых вещах, на которых базируется соционика, которая берёт свою базис из той материальной информационной энергетической базы компонентной, которая окружает наш мир, которая всё пронизывает. Давайте будем разбираться от простого к сложному. О чём говорит соционика на самом деле? И права ли действительно соционика? Потому что есть такие люди, которые, может быть, называются учёными, которые считают, что соционика, базис соционический, он не имеет никакого основания в своём, так сказать, своей основе. Я буду опровергать сейчас всё эти утверждения. Соционика имеет материальный информационно-энергетический пространственный базис. Она отражает ту структуру нашего мироздания, которая действительно есть. Человек действительно сотворён из той материальной информационно-энергетической компонентной базы, которая представлена в нашем мире. Мы и есть отражение того, что есть в мире. Давайте будем разбираться. Какие четыре основные компонентные базы нашего мира есть, в котором мы все живём? Материя. Это будет первое. Материя. Пространство. Все материальные объекты, Солнечные системы, вся наша Вселенная представляют собой пространство. И все материальные объекты, небесные тела и звёздные системы размещены в пространстве. Когда это всё творилось, это всё было размещено так же, это всё развивалось во времени. И для того, чтобы создавать материю, нужна энергия. Представьте себе, вы встаёте утром, для того, чтобы вам встать, вам нужна энергия. Вы ночью набираетесь вот этой самой энергии, вы днём отдаёте энергию, ночью вы набираетесь этих сил, энергии во время сна. Но это, в общем-то, касается самого отдыха и сна. Когда человек, животное, насекомое, рыба набираются этой энергии. Так же энергией мы напитываемся, набираемся с помощью нашей еды. А так же солнышко напитывает землю энергией. И, в общем-то, в каждой материальной сущности есть энергия. Есть энергия ветров, энергия океана, энергия того вещества, которое циркулирует, вот это вещество, которое нагрето в мантии, которое, скажем так, постоянно циркулирует, оно двигает плиты. Плиты земной коры тоже двигаются немножко. И везде есть энергия. В каждом человеке, в каждой клеточке есть энергия. Каждая клеточка живёт в каком-то определённом пространстве. И у каждой клеточки есть своё временный цикл. Она представляет собой материю. И человек сотворён из этой же компонентной базы Вселенной, из того, из чего сотворён наш мир, мир, окружающий его. Ну, давайте посмотрим, как был сотворён наш мир. Для того, чтобы сотворить что-либо, что-то сделать, нужна теория. Нужны знания. Нужна инженерная научная база, теоретическая база, для того, чтобы понять, как функционируют механизмы, какие закономерности есть у функционирования тех или иных механизмов, закономерности тех или иных явлений нашего мира. Прежде чем творить что-либо, творец задумал, сконструировал всю проектную документацию сам в себе. То есть он заложил основы материального мироздания. Белый квадрат — это абстрактная логика, которая в соционике есть. То есть это теоретическая логика, это логика, скажем так, логика, научная логика, это конструкторская, инженерная логика, это теоретическая база, база знаний. Скажем так, мы как творение, мы просто выявляем эти знания опытным путём. А опытные знания мы уже познаём через действия, через саму логику, логику происходящих действий. Её ещё называют предпринимательской логикой. Но это, скажем так, опытное знание. Есть логика как абстрактной базе знаний о нашем мире, как теоретическое основание, как конструкторское решение, как чертежи моделирования нашего мира, нашей жизни. И есть логика самих действий, естественных действий, естественная логика. Естественная логика. То есть это логика самих действий, происходящих процессов, событий, событийного ряда, логика взаимосвязей, причинно-следственная логика, что за чем последовало. Материя как раз-таки была сотворена, сконструирована сначала. А потом уже при сотворении мы изучаем материальный мир, нашу жизнь, мы её изучаем опытным путём. Скажем, это теория, это практика познания, это опыт, а это, скажем так, это, получается, гипотеза. Это гипотетические знания, а это опытные знания. Это опытные знания, которые мы набиваем шишки своим опытом, скажем так. Понятно, да, что такое, как бы, из чего состоит вот материя нашего мира. Она, материя, отражает логику, логику как теоретическую моделирование, сам базис, базис материи. Вот, естественно, научные знания, они заключают в себе весь базис знаний. гуманитарные знания, они заключают в себе весь базис гуманитарных знаний о нашем мире. Правоведческих, разных философских и даже религиозных, но, само собой, научных и естественно научных. Это тоже всё. Причём, вот эта база пополняется за счёт естественной логики, за счёт опытов. Получается, что из гипотезы опытным путём мы получаем новые базис знаний, мы пополняем копилку знаний о физическом мире, о материальном мире нашего мира, о человеке самом, человек как материальная субстанция. Мы через гипотетические, через вопросы, возникающие в сознании учёных, располагающих абстрактной логикой, они опытным путём, естественно научным, естественно логическим путём выявляют, скажем так, на практике закономерности и действительно наполняют теорией вот этой базе знаний. По сути дела, вот эта вся теория, это тоже относится к этой области, к логике абстрактной, потому что эта база знаний, является вот как раз таки вот этим базе в самознании. Ну давайте разберём, да? Материя помещена в пространство, да? Будем так говорить. То есть все материальные объекты, субъекты, они помещены в пространство. Живые клетки в нашем организме, они тоже помещены в пространстве, в пространстве нашего организма. Все малейшие живые существа и сам человек, как млекопитающее, да, он тоже помещен в этот мир, в это пространство, земное пространство, ограниченное пространство. Именно такое, ну скажем, Земля у нас такое удивительное, надо сказать, пространство по сравнению с другими планетами нашей Солнечной системы. И вообще по сравнению может быть даже со всей Вселенной. Мы не знаем, где ещё есть какие миры, но то пространство, в которое нас поместили жить, оно удивительно и интересно. И вот это вот пространство, оно у нас действительно гармонично. Оно у нас подразделяется как бы на два аспекта. пространства, в котором мы живём. Ну и представим себе, гармония пространства есть, гармония. Всё по фэншую. Ну скажем, вот это не яйцо, это круг, белый круг. Это условно обозначение, принятое соционикой. Скажем, вот пространство, в котором мы все живём, оно действительно комфортабельное для человека. А есть такие люди, вот даже сам факт того, что люди, конечно, я не касаюсь сейчас людей, которые находятся в ужасных условиях жизни в ужасных условиях жизни и в бедности, и на Крайнем Севере, или, может быть, испытывающие боль, или жару, или ещё что-то. Вот, вообще, конечно, наша планета, она гармонично расположена по отношению к нашему термоэлемому газовому гиганту Солнца, который у нас греет, и который даёт нам энергию жизни для нашей планеты, которая за счёт своего магнитного поля держит нас и оборачивает нашу Землю вокруг своей орбиты по определённой, ну, скажем так, оси. И вот эта вот гармония нашей жизни, нашего мира, она говорит о том, что Творец действительно удивительно гармонично сотворил наш мир. Другой аспект пространства это такое инстинкт владения пространством. Вот, человек, обладающий вот этой функцией, логика, это значит, выливая сенсорик, да, это инстинкт, инстинкт, владение пространством или властолюбие. инстинкт властолюбие, то есть волевая сенсорика, она другой аспект пространственный, вот, люди с волевой сенсорикой, они хотят владеть пространством, они хотят владеть бизнесами, они хотят, хотят, скажем так, владеть, ну, скажем, если у человека проявляется эта функция через функцию Д, доминирование, то он пытается доминировать над тобой, скажем, бандитские кланы, они пытаются, они не только пытаются, а у них есть инстинкт к подавлению воли, к инстинкт тому, чтобы владеть пространством, доить бизнесы и прочее. А, например, если эта же функция, волевая сенсорика, с функцией C, creation, сотворение чего-то нового, то получается, человек, обладающий волевой сенсорикой, он творит какой-то новый продукт, услугу, и у него есть очень сильная воля, желание распространять это по рынкам сбыта, реализовывать это, товары или услуги, и завоевывать все больше и больше аудитории для себя и пространства для себя. А, скажем, пространство, вот это сенсорика ощущений пространство связано с сенсорикой. Материя с логикой, давайте помечу, материя логика, материя связана с логикой, логика, пространство с сенсорикой, сенсоры, слово сенсорика от слова сенсор, тактильность человек должен ощущать он ощущает пространство буквально каждой клеточкой своего тела он есть сам вот это вот термодатчик такой датчик например человек с развитой сенсорика ощущения он такой датчик ощущения комфорта и это два типа людей это сибориты наслаждающиеся всем такие вальяжные неторопливые они любят наслаждаться всем и тип мастера счет который творит что-то красивое в нашем мире функционально гармоничная по формам по сущности она скажем так любые дизайнерские решения связаны как раз таки с ощущением комфорта и вот две разные функции у пространства у сенсорики волевая сенсорика и сенсорика ощущений сенсорика ощущений она говорит сама за себя то есть это такая функция которая отвечает за комфорт этих твоих личных ощущений а волевая сенсорика говорит о том что если в тебе развитая эта функция является главной в твоем блоке программным то значит это говорит о том что ты очень властолюбивая очень волевая очень сильная фигура ты стремишься завоевывать пространство для себя ты отстаиваешь свои позиции ты защищаешь себя неистово и все такое прочее у тебя еще очень очень сильная воля продвигать свои проекты и настаивать но на своем на своей воле скажем так и ты даже ее навязываешь если ты проявляешь его как доминирующий по типу ты даже навязываешь волю другим людям у тебя это даже инстинктивно навязывать другим людям свою волю ну конечно есть другие подтипы еще если например эта же функция проявляется через edge гармонизирующий гармонизирующим а то конечно властолюбивый человек он такой спокойный сильный и пока вы не трогают он такой спокойный но попробую трон тебе скажем так достанет вот скажем давайте дальше пойдем материальные объекты нашего мира были размещены в пространстве и для того чтобы их творить и не для того чтобы в них была жизнь энергия жизни живой творец который творил мир жизнеспособный творец он сам себе обладает энергией жизни он заложил энергию жизни в нас в каждую клеточку в каждую каждый объект и субъект этого мира все живое имеет имеет энергию каждая клеточка имеет энергию внутри себя и энергия это как бы эмоции этого мира это скажем ну скажем энергия энергия это этика этика которая подразделяется на две части этика отношений и этика эмоции этика отношений проявляется как такое не скажем это такое морализатор ста это рассуждение о том хорошо это правильно неправильно ты поступаешь это как бы все белые значки они как бы материально не заполнены энергетически материально как бы не запомнил не запомнил это как бы такое теоретизирование морализатор ста ты осуждаешь или обсуждаешь поведение другого человека как он поступает плохо или хорошо правильный неправильно хотя поступают ли человек правильно или неправильно относится к логике естественных действий к правильности самих действий а вот правильно ли ты рассуждаешь правильно ли ты поступаешь насколько ты моральный или не моральный или аморальный это вот этика отношений этика отношений вот а есть действительно энергетически заполненная функция этика уже черный сапог такой будет до условно соционике это обозначается как белый черный сапог это эмоции эмоции яркие колоритные в общем то эмоции тоже подразделяется на два аспекта есть драматические эмоции есть позитивист есть негативист то есть человек мыслящий позитивно и человек мыслящий негативно ну это скажем эмоции с этика сенсорный экстраверт и этика интуитивный экстраверт это эмоции сильные именно у этих двух типов людей причем этот получается энтузиаст энту зи аст а этот получается артист артист драматического жанра такого то есть у этого позитивные эмоции этого негативные он очень все в черных тонах приукрашивают в черных тонах вы знаете в комедий клуб у нас есть типа артиста галустян на рево карибидис это это все у нас артиста и еще артист сам артира 7 ну также и петросян вот это все все артисты и причем армении такие артисты драматического жанра в общем то а вот я не приукрашиваю давайте немножко отвлечемся от наших эмоций эмоции это очень хорошо это очень классно как мы поняли эмоции подразделяются на две разновидности это рассуждение о плохих отношениях и просто эмоциональное наполнение возбудимость эмоциональная когда люди возбудимы но скажем так энтузиасты они пищут эмоциями своими они очень резко высказывают свои эмоции у них прям эмоции очень сильно энергетически наполнены и у артиста него тоже такие такая такие эмоции у него они у него драматического жанра но они такие в общем-то колоритные тоже и очень проникновенные очень сильные ну давайте дальше посмотрим что у нас происходит здесь наш мир был сотворен материя была помещена в пространстве все звездные системы солнечная система наша жизнь зародилась у нас появилась энергия для жизни мы живем все живые существа обладают внутри себя энергией и вот время время скажем так когда человек произошел появилось время хотя время было мир развивался во времени еще в процессе развития скажем так подготовки той инфраструктуры земной которая нужна была для того чтобы появился на свет человек и для того чтобы скажем так он комфортабельно жил и развивался время у нас говорит это понятие интуиции вот говорят время упущенных возможностей говорят у тебя было время это сделать то есть ты упустил свою возможность во времени это сделать ты как бы опоздал интуиция 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 вот мы людям мы как бы найти ем как бы нащупываем жизненный опыт во времени мы как бы познаем что-либо в нашем мире спустя какое-то время мы сначала как правило допускаем какие-то ошибки мы сначала что-то делаем и она может быть неправильно и потом спустя какое-то время спустя проходит какой-то определенный цикл определенное время и мы начинаем делать что-то правильно и так как нужно время имеет у нас движение есть у нас в сутках 24 часа и у времени есть два время также подразделяется на две части есть у нее как бы такая есть белый треугольник до условное обозначение это как раз таки само ощущение интуиция времени ощущение времени а вот такое обостренное ощущение времени есть интуиция возможностей это как бы более такое материальное что ли наполнение этого времени когда ты двигаясь в этом времени нытье им как бы на ощупь ощущаешь эти возможности то есть ты их ощущаешь спустя какое-то время и вот интуиция времени она проявляется так что есть такие люди которые ощущают это время обостренно у них ну давайте обозначим есть люди остро ощущающие остро ощущающие время такие люди например если это какой-нибудь главный редактор в журнале в газете или в телепередаче новостной он быстро быстро ощущает какая передача какой фильм будет эксклюзивом очень быстро ставят его эфир потому что у каждого каждой новости есть свой дедлайн пирожки горячие только тогда когда они горячие и они остывают и новости тоже горячие как горячие пирожки они остывают со временем очень быстро и вот этот человек он как правило это критик который очень остро ощущает и знает как правильно нужно подать новость такие люди как правило создают одностраничники они продают хитовые товары через одностраничники они продают очень быстро что-то очень в хитовое либо то что нужно уместить в это в этом времени это такой тип критик тип критик он очень критичен к к времени и к тому ко всем тем действиям которые происходят жизни ну например критик фома фома его назвали фому неверующим потому что он не поверил когда через время пришел христос с этими руками да вот с дырками он не поверил что это господь ему иисус говорит как вы вложи пальцы и убедись в этом и в общем то он поверил что это действительно его господь бог и в общем то для этого потребовалось время он критикуют скажем тогда они верят всему вот и такой вот тип людей как критик есть разные разновидности проявления ощущения времени у разных людей например есть интуитивный этический интроверт это такое тонко ощущающий если энтузиаст это толк толсто ощущающие у него эмоции он экстраверт он как бы экстраполирует свои эмоции на всех то интроверт он как бы эмоции переживает внутри себя и они у утонченные это проявляется выражается в стихах музыки в пении в общем то это такие поэты и лирики стиха стихотворцы которые слагают стихи и поэмы пишут в общем то они так тонко чувствуют эмоции людей и они очень тонко переживают свои эмоции вот но и как я сказал еще есть интуитивный логический интроверт это тип критик он интуитивно очень остро ощущает время у нее логика действия естественных ход действий он знает что зачем следует и что предложить людям миру для того чтобы это скажем купили съели в этот прайм-тайм и есть интуиция возможности это как бы такая материально заполненная функция возможность времени то есть проходит определенное время ты как бы материальным обретаешь опыт в это время то есть ты как бы каждый день движешься в этом времени и в конце дня у тебя определенный нарабатывается опыт вот эта функция интуиция возможностей интуиция возможностей это как бы материально наполненная функция это такие люди которые ощущают возможности других людей я такой такой тоже человек я ощущаю внутренние свойства объектов и субъектов я ощущаю что у человека внутри я очень хорошо и легко определяете по людей вижу функции этих проявления человека и поэтому вот вот этот вот весь научный а теоретический потенциал я воплощаю в материю скажем так я консультирую людей уже конкретно матери но предметно и говорю о том что что он есть что за человека что ему нужно делать мы будем применять соционику в применение к экономике допустим рассмотрим обычный производственный цикл какой то есть товар материя либо услуга она размещается в пространстве на каком-то заводе на производственном промышленном комплексе либо в эфире в эфире в интернете в теле радио эфире если это услуга консультативного характера потом мы узнав обратную связь морализаторство хорошо или плохо получилось у нас мы узнаем у людей какие эмоции вызвал наш товар или услуга потом следующий цикл мы вносим правки в зависимости от того какие были эмоции у человека по отношению к нашему товару либо услуги и в течение очень короткого времени нам нужно внести правки наш товар или услугу чтобы быть конкурентоспособными и вносим в эту материю правки и уже новый обновленный товар вы выставляем на всеобщее просто всеобщее обозрение на всеобщее пространство вот скажем так вот этот производственный цикл которые соционика разбирается также в производственном цикле мы будем применять соционику в применении к бизнесу бизнес-процессам и к личностному развитию человека очень важно чтобы соционика раскрыла потенциал бизнеса и личности человека через его личная самореализацию человек будет производить то что кто кто к чему он призван то какой потенциал в нем заложен будем выявлять этот потенциал и реализовывать его в жизни пожалуйста оставляйте им заявки на следующее видео ставьте лайки подписывайтесь на мой youtube канал и получайте еще несколько видео уроков бесплатно а вы пожаловать в проект белым вон точка вам до свидания